здарова приехал в овощную лавку пойдем посмотрим что там продаются фрукты и овощи какие трафик первое что встречает это ананасы немножко бананов ананасы папайя манго мандаринки драконий фруктовые такие вот арбузики непонятно вот маленький бананов очень крутые всякого разного это вообще не знаю что такое ну и с другой стороны тут овощи помидоры но помидоры здесь все такие невеселого цвета как-то так нож удобнее из овощей капуста тыква цветная капуста перцы морковь огурцы и картошка лук ну как бы есть все пойдем в клуб зайдем там еще что то есть вот здесь всякие понимают кабачки перцы зеленуха всякая есть свековые как бы хотел сказать свекла капуста такого цвета свеклой зубы конечно перец конечно же перец перец дофига перец здесь любят в идее дороге короче так поп такая занавесочка опускается штора все и в нашей деревне вот есть такой чудесный магазин если не знаешь можно мимо проехать просто я несколько раз честно говоря мимо проезжал сегодня целенаправленно остановился чтобы показать интересную вижу по сравнению с праздником движу сейчас побольше и народ перемещается и магазинчики открыты сзади меня можно даже байк арендовать очень удобно можно купить там водички или поесть арендовать сразу моцик купить какую-нибудь шмотку и отправиться на пляж как я сейчас и сделаю есть время поеду на море потом может и не быть времени а так все равно что дома сидеть вот первая береговая линия так сказать она уже не как наша деревня она уже пожирнее выглядит вот такие вот здесь гостиницы есть с воротами с лужайками пальмы у них по своей растут такие дела вот здесь вот поворот мы выходим прям на пляж там тоже какая-то он движуха интересных забором короче идем на пляж и так при входе на пляж нас встречает конечно же шмотка и и кокосовые орехи которые могут здесь прям почистить и дать попить а тот кокос который поменьше он стоит 50 рупий вот который побольше стоит 60 рупий все готовятся прям вот к сезону к сезону кафешки собирают несколько дней здесь не был уже собрали сварили деревяки поставили уже натягивают крышу там уже всякие шезлонги поставили столики лодки как стояли так стоят первыми вот эти вот открылись ребята вот эти вот несколько заведений люди на меня смотрят наверное думают нифига себе вагин сумасшедший идет под солнцем палящим два часа дня самые самые афига на самом деле комфортный ветерочек с океана прямо вдувает и такой влагой клево народ он вялится под шезлонгами ну на шезлонгов точнее под зонтиками вот это все есть конечно люди которые также как и я вот гуляют наслаждаются отливом коровы тоже решили прийти потусить на пляж нравится спасатели чилят которые не умеют плавать между прочим вот у них есть там доска для серфинга и и еще там не знаю что это ну короче какое-то плав средство и они сидят целыми днями смотрят в океан еще этих парней конечно же есть свисток чтобы свистеть в основном они просто смотрят за состоянием воды в океане прилив не прилив волна не волна а так каждый сам за себя тут в очередной раз ребята я смотрю тянут сети море прокормят рис растет рыбы в море много бананы растут кому-то повезло что-то по-любому поймали там и рыбка есть такая разная вот такие красивые здесь бывают заведения на первой береговой линии все прям беленько красивенько чистенько ну и конечно же пальмы куда-то куда же без них то без них никуда парковочка для байков но первая береговая линия есть первая береговая линия всяко разное присутствует даже вот такие заведения кто-то заморочился резьбой все это каждый столбик вот это все-все вырезалась вообще где-то слышал что тут в индии резьба по дереву она прям ну пипец как развита и дети чуть ли не шести лет уже начинают осваивать азы карвинга то есть берут стамески киянки и погнали вот такие дела мастера здесь конечно очень крутые вот а так женщины переносят на головах всякое разное то есть вот 19 литровая фляга нее просто с водой стоит на голове и она ее несет вот это да не вы видели вот это это пипец то есть у нее на голове так вот сверху стоит 19 литровая канистра с водой то есть плюс пластиком 20 килограмм и она несет вот это все на себе это круто очень к нам храм заехал мне его надо обижать вон там сзади и куда убежать вот я остановился на дороге чтобы показать что тут есть такие колоколад висят дальше проходим там от алтарь я так понимаю деревья священные обязательно вокруг еще раз повторюсь мне очень повезло вокруг меня живут хинду это люди которые свои традиции ждут они другие их не тронула католическая церковь и у них все когда от сердца изнутри очень вот такие короче очень крутые такая штука и ну тут еще не знаю как это называется файл вот тут я понимаю что целый прям вот пантеон божеств разную скамеечки еще чтоб можно было посидеть тут же вот бегают гуляют дети тут же сушится рис очень много риса прям вот так вот на земле вот он лежит и сушится вот пройду между полотнами пойду к своим топоту лим так один он еще вот так этот есть не знаю с чем сделал но он прикольный слоненок